Отсутствие эпидемии, тишина в аптеках и городских поликлиниках, наступление весны. Это не причина расслабляться и забывать про элементарную профилактику ОРВИ и гриппа. Соблюдать правила здоровья и долголетия нужно ежегодно, вне зависимости от времени года. Закаляем стараемся. Ну что, лук, чеснок, горячие напитки, травки домашние. Как нас бабушки и мамы лечили, так и мы лечим. В основном, как, все свое, с огорода в основном, то, что лавшик берешь. Лучше всего, чем таблетки всякие покупать. Проветривание обязательно, чтобы все микробчики у нас улетали, вот, чтобы свежий воздух был, вот. Так что так вот. Ну, таблеточки, лекарства разные, там сиропчики. Почти пустые коридоры, кабинеты и регистратура. В детской городской поликлинике номер два картина приятная. Такая спокойная и, можно сказать, стабильная ситуация говорит об отсутствии сплеска заболеваемости. Между тем, медики отмечают, что буквально две недели назад очереди на приемы были немалые. Сегодня врачи рекомендуют обратить внимание на профилактику гриппа в организованных коллективах, а именно в детских садах и школах. По приходу с улицы надо тщательно мытье рук, проветривание, вот, что я же и говорила, влажная уборка, когда нету детей. Также оптимальная температура воздуха должна быть в помещении 17-20 градусов, влажность 50-70%. И, конечно же, в группах и классах не должно быть пылесборников. А еще сегодня медики советуют заменить походы по торговым центрам прогулками на свежем воздухе и регулярное проветривание помещений. Также следует не забывать о влажной уборке помещения. Третье, одно из самых главных правил, это регулярные прогулки на улице. Вопреки распространенному мнению, холодный воздух сам по себе не вызывает инфекцию, а наоборот эффективно борется с вирусами. Не одевайте его на улицу слишком тепло, то есть не надо надевать на ребенка 100 одежек. Это будет способствовать лишь во время подвижных игр его перегреванию.